Теперь нужно бросить. Это очень важно. Бросай сверху. Раз, два, три. Ты его поймал! А мне нравится, как он лопнул. Лопнул! Готовить потрясающую еду так же весело, как и её есть. Ещё, ещё, ещё! Я приготовлю всеми любимые блюда. Ого, смотри-ка! Так что они станут ещё вкуснее. Я в восторге, друг! Я тоже. Эти рецепты сделают вас счастливыми. Вот о чём я говорю. От домашней классики... Невероятно! ...до роскошных праздничных блюд. Просто восхитительно. Так, лей молоко, приятель. Только чуть-чуть. Стоп! Мы все заслуживаем того, чтобы есть вкусно. Поэтому будем готовить душевную еду. Это станет фирменным блюдом. Ещё как! Сейчас же включу в меню. Правда? Домашние блюда Джейми. В этой серии я приготовлю четыре классических блюда. Котлету по-киевски с чесночным маслом и хрустящим беконом. Красота! Просто и вкусно. Просто замечательно. Итальянские спагетти вонголе. Смотрите, как они раскрываются. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп! Гадо-гадо! Хрустящий индонезийский салат с арахисовой заправкой. Меня радует, что эта заправка способна сделать самые обычные овощи супермаркета волшебными. И мой лучший в мире пастуший пирог с томлённым плечом барашка. Восхитительно. Крупные кусочки. Я действительно считаю этот пастуший пирог просто бесподобным на вкус. Начнём с котлеты по-киевски. Она редко встречается в английском меню. Но мне кажется, что эта котлета, обваленная в сухарях и начинённая чесночным маслом, замечательное блюдо в стиле ретро, и его вкусом стоит насладиться. В детстве я учился готовить эти котлеты, наблюдая за отцом на кухне в пабе. А теперь мы с папой вместе приготовим мою версию этой классики 80-х. Котлета по-киевски. Мы с папой приготовим котлету по-киевски. Когда я был маленьким, ты за неделю выпекал сотни котлет. Да, и ты помогал. Посетители их обожали. Мы отдадим должное классике, но добавим кое-что от себя. Перед тем, как заняться курицей, мы приготовим чесночное масло. Это полезное умение. Мне его передал папа. Но я придумал, как улучшить рецепт. Во-первых, я возьму копчёный бекон. Вообще, как вы знаете, жизнь налаживается, если поесть вкусного бекона. Обжарьте шесть полосок бекона на среднем огне до хруста. Бекон придаст маслу чудный копчёный привкус. Обожаю запах бекона. Теперь у нас получатся котлеты с хрустящей серединкой. Порубишь петрушку, пап? Конечно. Стоит приготовить большую порцию чесночного масла и положить в морозильник на будущее. Поэтому на этот раз я взял две пачки. Нарубите полпучка петрушки и сколько захотите чеснока. Я взял целую головку. Пап, я возьму нож на секунду. Один на двоих, как раньше. Я отрежу попку. Если у вас есть возможность выращивать чеснок, попробуйте. Мне кажется... Отрежем здесь. Мне кажется, многие люди не понимают, что если выращивать чеснок самому, вы получите не только головки, вы получите зелень. И сейчас я мелко нарублю вот эту часть стебля. Можно я это тоже порублю? Пап, можешь перевернуть бекон? Чтобы сделать вкус масла более легким, я добавлю лимонные цедры. Одна щепотка способна многое изменить. А еще лимон подходит к курице. Да, это правда. Засыпаем петрушку и чеснок. И еще одна хитрость – каенский перец. Он ведь очень популярен был в 80-е. Да. Мы клали его в креветочный коктейль. Да, и еще в майонез. Да. Добавим щепотку для более пикантного вкуса. Посолите масло и мелко нарежьте бекон, чтобы добавить туда же. Какое-то время котлета по-киевски была в каждом меню. Да, обязательное блюдо. Но, как часто бывает с популярными блюдами, в массовой продукции хорошее мясо заменилось плохим. Худший сорт. Да. Пора ее реабилитировать. Это прекрасное блюдо. Замечательное. Добавьте в масло мелко нарубленный бекон и перемешайте. Это хорошо с мясом, с рыбой. Да, с бифштексом или, скажем, с печеной курицей. Можно положить немного масла между шкуркой и мясом. Точно. И блюдо преобразится. Да. Смешав чесночное масло, скатайте его колбаской. Покажи, как мы это делали, когда мне было лет восемь. Что, колбаска? Сейчас. Мне это напомнило рождественскую хлопушку. Да. Потом папа берется за один конец. Вот так. А я за другой. Маслу нужно придать форму. Положите масло на час в холодильник, чтобы затвердело. Я приготовил партию до папиного прихода. Как видите, за много лет мало что изменилось. Твоя школа, папа. Это масло уже остудилось, так что можно его порезать. Посмотрите, какое оно в серединке. Тут и зелень, и бекон. Прекрасное ароматное масло. По два кусочка на каждую котлету. Заверните масло. Теперь оно полгода или год пролежит в морозилке. Теперь куриное филе. Мне нравится, что ты оставил кусок косточки, потому что ее всегда приятно погрызть, когда доел курицу. Да, это самое вкусное. Когда покупаешь курицу у мясника, кусок с косточкой считается лучшим. В супермаркетах его отрезают. Можно выбрать любой вариант, но мясо с косточкой смотрится лучше и поедается дольше. Я покажу вам, как готовить саму котлету. Вот грудка, а это та сторона, где была шкурка. Гладкая, блестящая. Положим кусок внешней стороной вниз. С внутренней стороны вы увидите небольшое филе. Его нужно будет отвернуть. Давайте это сделаем вот так. После этого нам нужно сделать кармашек. Для этого возьмите нож, воткните в самую толстую часть куска и углубите надрез. В общем-то, все готово. Как видите, я взял кусок чесночного масла, и сейчас я затолкаю его целиком в этот кармашек. Видите, что получилось? Масло в кармашке. А сейчас я сложу края кусочка вместе, а филе положу между ними. Перевернем, и у нас получилась отличная фаршированная куриная грудка. Две куриные котлетки от двух отличных парней. Теперь я даже не буду ничего подсказывать папе. В поварском колледже это называется панировкой. Мы обваляем курицу в сухарях. Мука сама легко прилипает к любому мясу или рыбе. Затем нам понадобится яйцо, немного соли и перца. Что касается сухарей, я их не покупаю. Возьмите черствый хлеб. Да. Сперва я обваляю куриную грудку в муке, а затем передам папе, который выможет грудку в яйце. Повара на кухнях часто работают конвейером. Если в одиночку возиться с мукой, яйцом и сухарями, вы запанируете себе руки. Папа кладет грудку к сухарям, а я за это время подхожу к тарелке и делаю так. Убедитесь в том, что вся поверхность куриной грудки покрыта сухариками. Теперь все готово. Спасибо, папа. Как готовить котлеты? Можно запечь их в духовке, можно их обжарить во фритюре. А кто-то жарит сперва на сковороде, а затем в духовке. Таким образом вы получите хрустящую корочку, а мясо при этом хорошо пропечется. Теперь я возьму подсолнечное масло и вылью на сковородку, где я жарил бекон. Чтобы узнать, когда масло нагрелось, я кладу в него веточку розмарина. Когда розмарин обжарится, вы поймете, что масло достигло нужной температуры, и масло будет вкуснее пахнуть. Лучший гарнир котлете по-киевски – это порция пюре из картошки сорта Мэрис Пайпер. Правда, на этот раз я хочу добавить в пюре один дополнительный ингредиент. Брокколи. Брокколи с картошкой. Прекрасный вкус и цвет. Густой аромат брокколи потрясающе сочетается с белым куриным мясом. Так что мы добавим брокколи в пюре. Я вскипятил воду в кастрюле, положу туда картошку. Теперь отрежем соцветие брокколи. Кочерыжка. Многие повара и домашние кулинары ее выбрасывают. Отрежьте корешок, нарубите кочерыжку на кусочки и положите их в воду с картошкой примерно на 10 минут. Когда останется 5 минут, я брошу в воду соцветия, чтобы они сохранили цвет. Соцветия варятся быстрее. Теперь я готов перейти к первой стадии готовки, которая обеспечит котлетам по-киевски хрустящую корочку. По нашей веточке розмарина видно, что масло уже достигло нужной температуры. Первый я буду обжаривать внешнюю часть грудок. Это парадная сторона. Всегда кладите котлету в масло движением от себя. Котлету в масло. Я буду обжаривать котлету по паре минут с каждой стороны. Давайте посмотрим. Кажется, все хорошо. Итак, курочка подрумянилась. Она наполовину готова. Теперь мы будем запекать ее в духовке 10 минут при температуре 180 градусов и положим в воду соцветия брокколи. Сваренные картошку и брокколи оставьте подсушиться на конфорке. Добавьте кусок масла и делайте пюре. Получится замечательный цвет. Попробуем. Хорошо подсолим. Папа, будь добр, возьми полотенце. Доставай котлету. Поехали. Посмотрим. Это лопнуло, это нет. Аромат потрясающий. Покажу, как я подаю это блюдо. Сперва возьмем большую порцию нашего замечательного пюре с брокколи. Выложим пюре неровной горкой. Придется потом сходить на пробежку. Смотри. Здорово. Да. Мне нравится подавать к этому блюду салат со шпинатом и немного лимонного сока для выразительного вкуса. И курица тоже вкуснее с лимоном. Да, это правда. Теперь разложим листья по тарелке. Вот так. Еще долька лимона, чтобы выжать сверху. Мне нравится эта простота. Вот оно. Шик. Это, друзья мои, классическое блюдо для любого паба. Ну что ж, папа, теперь осталось самое сложное. То, чего я так долго ждал. Пойдем снаружи. Да, давай. Ммм, красота. Очень вкусно. Сначала хрустящая корочка, а потом хрустящая серединка. Да, мне нравится этот бекон. И лимон тоже чувствуется. Ты готовишь мои блюда лучше меня. Не уверен. Можно погрызть косточку. Давай. Оставлю напоследок. Сказка. Мне кажется, пора возродить котлету по-киевски. Только хорошую. Это точно. Это станет фирменным блюдом. Еще как. Сейчас же включу в меню. Правда? Читайте больше прекрасных рецептов на нашем сайте. Каждому из нас нужно время от времени себя баловать. Поэтому я решил взять свои любимые блюда и довести их до совершенства. Простите меня, итальянские зрители, иногда я решаю добавить в классический рецепт что-нибудь от себя. Итак, великое итальянское блюдо – спагетти вонголе. Но в этот раз я добавлю немного розового. Погода хорошая. В такую погоду я люблю выпить бокал розе. И я приготовлю спагетти вонголе с розовым вином. Нарушаем правила. Спагетти вонголе с вином и моллюсками – это всегда вкусно. Даже если вы готовите их не по традиционному рецепту. Согласен. Спагетти вонголе подразумевают бьянко. Белый соус, чеснок, моллюски, петрушка, немного чили, белое вино. И, конечно, спагетти. Хорошее оливковое масло. Иногда делаю соус розо. Красный, в него добавляют помидоры. Ну а лично я приготовлю свою версию. И сегодня мой соус будет розовым. Мои порозовевшие спагетти покажутся вам странными, но я не могу не поделиться рецептом. Зардевшиеся спагетти вонголе. Спагетти вонголе – это классика душевной кухни. Я их обожаю. И главное – это очень быстрое блюдо. А самое важное в нем – это вот эти чудные моллюски. Посмотрите, просто невероятно. Мне кажется, многие не понимают, насколько прекрасны моллюски. Это блюдо со спагетти просто феноменально. Для многих моих друзей это самое любимое блюдо. Его очень легко готовить. Маленькими порциями. Не надо собирать всю семью. Только вы и ваша половина. Вы можете присесть в уголке и вместе наворачивать спагетти. Итак, 100 граммов на одну порцию. Соберем все спагетти в кулак, перекрутим и положим в воду. Это быстрое блюдо. Вы успеете приготовить соус, пока будут вариться спагетти. Что ж, сперва давайте все подготовим. Возьмем чили и нарубим мелко-мелко в крошку. Стручок маленький, но поверьте мне, вкуса в нем достаточно. По зубчику чеснока на человека. Я люблю резать чеснок ломтиками, а не кубиками. Поверьте, разница есть. Петрушка. Листья петрушки, разумеется, чудесны. Это верно. Но секрет великолепных вонголи кроется в мелко нарезанных сладких стеблях. Это важно. Не выбрасывайте их. Нарубите стебли помельче. Вот так. А теперь грубо нарубим ту часть, где находятся листья. Это для украшения. А это для соуса. А теперь давайте разрежем пополам или на четвертинки 3-4 помидора черри. Для лучшего цвета и вкуса возьмем пасту из сушеных томатов. Это бесподобный ингредиент. Обычные помидоры режут на ломтики, а затем солят. А некоторые умные бабушки мелко рубят помидор, кладут на горячий камень и перемешивают полчаса. Получается вот такая чудная паста. Этот соус точно оправдывает свою цену. Он сладкий, и потому отлично сочетается с вином. Смешаем традиционные ингредиенты, и затем добавим розе. Получится супер. Когда все готово, переберите ракушки. Они все должны быть плотно закрыты. Если попадется раскрытая ракушка, выкиньте ее. Да, моллюски вкусные, но главное в них сок. Ни в коем случае не пережарьте моллюсков. Кто-то считает, что ими можно легко отравиться или что-то подхватить, но куда вероятнее отравиться, если пить пиво из грязного стакана. Шеф-повара и итальянцы не пережаривают моллюсков. Дайте ракушкам раскрыться и выпустить сок. Приступим. Паста будет готова через 4 минуты. Так что сосредоточимся. Сковорода раскалена. Нальем оливкового масла. Затем высыпаем туда чеснок. Он обжарится сразу. А теперь добавляем чили. Кусочки чили тоже мгновенно обжарятся в масле. Затем высыпаем стебли петрушки. Добавили, встряхнем сковороду. И, наконец, две щедрых пригоршни моллюсков. Затем добавим на сковороду одну столовую ложку томатного пюре. Теперь встряхнем, чтобы все моллюски пропитались этим замечательным соусом. Добавим помидорчики черри. И нашу почти мелко нарезанную петрушку. А теперь, пока все шипит, немного розе. Чуть меньше бокала. Стряхнем. Ракушки раскроются через несколько минут. Закроем сковороду. Ну, а теперь масло, сок моллюсков и наше вино. Все перемешается. В итоге у нас получится не просто вино с маслом или масло с жидкостью. Это будет скорее блестящий крем. Давайте снимем крышку. Как видите, моллюски постепенно раскрываются. Смотрите. Красота. Смотрите, как раскрываются ракушки. Хоп-хоп-хоп-хоп. Это нам и нужно. Мешаем. Это блюдо приятно готовить. Немного подготовиться и вперед. Когда почти все ракушки раскроются, выбросьте закрытые и посыпьте соус петрушкой. А теперь просто достанем пасту, дождемся, пока стечет вода и бросим спагетти на сковороду. Нам нужно, чтобы паста впитала соус. Не надо доводить спагетти до готовности. Пусть они доварятся на сковороде, пропитавшись соком моллюсков. Вот так. Подбрасываем. Можно подавать сразу же. Выложим спагетти на тарелку. Великолепное сочетание вкусов. Напоследок добавим чуть-чуть петрушки и немного хорошего оливкового масла. Зачем? Так делают итальянцы. Смотрите, красота! Просто обалденное блюдо. Знаете, я вообще-то люблю белый соус. Я приготовил бесчисленное множество порций с ним, но рецепты бывает полезно дорабатывать. Как вкусно! Объедение! И быстро готовится с наслаждением. Понимаете, быстро, страстно, по-настоящему. Все нужно обязательно попробовать. И все быстро, чтобы не переварить пасту, не пережарить моллюсков. Прекрасная версия классического блюда. Читайте больше замечательных рецептов на нашем сайте. В каждой стране есть блюда, которые местные жители просто обожают и о которых ничего не слышали в других странах. Таков и мой следующий рецепт. Это индонезийское блюдо, популярное в Юго-Восточной Азии. Я приготовлю гадо-гадо. Это сверхнасыщенный салат с изумительной заправкой. Вы думаете, салат это скучно? О, нет! Это популярнейшее лоточное блюдо. Секрет этого успеха в пряной арахисовой заправке, придающей блюду гармоничный вкус. Как и в любом салате, соотношение ингредиентов зависит от вас. В любом случае, у вас должен получиться настоящий праздник вкуса и цвета. Гадо-гадо. Гадо-гадо. Типичное уличное блюдо, которое готовят из сезонных ингредиентов. Это овощи, хрустящая душистая зелень, различные специи, креветочные крекеры, в общем, все самое вкусное. Перед тем, как начать готовить салат, я сделаю особую заправку к нему. Для начала берем 120 граммов арахисового масла. Я беру хрустящее. Затем добавим немного чеснока. Я сперва положу половинку зубчика, чтобы чеснок не перебил весь вкус. Затем лайм. Обычно в салат идут два лайма. Это странный фрукт, он бывает сочным, бывает суховатым. Возможно, нужен третий. Эта заправка должна быть полна жизни. В ней успокаивающее сытное арахисовое масло и лайм, придающий салату острый вкус. А также типичные индонезийские ингредиенты. Это соевый соус. Льем одну столовую ложку. Столовая ложка рыбного соуса. Столовая ложка тамариндовой пасты. Теперь она продается в супермаркетах. 50 граммов пальмового сахара. Это очень важно. Кислота и сладость. солоноватый рыбный и соевый соус. Будет потрясающе. Добавим оливкового масла. Красота. Теперь чили. Добавляйте сколько душа пожелает. Я возьму один стручок. Можете взять семечки, если любите поострее. Измельчим это и получим заправку. Ну что ж, попробуем. Да! Обалденно! Супер вкусно! И совершенно не похоже на наши обычные заправки. Выльем заправку в миску. А теперь размажем по стенкам до самых краев. Можно также обмазать порционные мисочки, чтобы приятно удивить гостей и дать им смешать салат на свой вкус. Смотрите, вот наша заправка. Теперь можно высыпать в эту миску разные вкусные вещи. салат. А теперь сам салат. Вы можете выбрать то, что найдете в супермаркете. А я набрал овощи из сада и из холодильника. Лучше взять побольше индонезийской капусты, бобовые побеги, замечательный шпинат, шикарная красная капуста. Это продается везде. В хорошем гаду-гаду важен не только вкус, но и текстура, поэтому часть ингредиентов можно приготовить, а часть оставить сырыми. Я взял сыр тофу. Мне кажется, многие его не понимают. Его воспринимают как замену мясу, но это не так. Сыр тофу прекрасен сам по себе. Тофу можно готовить, это создаст текстуру. Я возьму только полпачки, отрезаю половину и нарезаю ломтиками. Вот так. Нальем на сковородку кунжутного масла и начнем создавать текстуру. Кладем сыр на сковородку. Будем мешать кубики. Еще два вареных ингредиента, порезанные на четвертинки яйца и молодая картошка. Они прекрасно пропитаются заправкой. Размер может быть любым. Главное, чтобы кусочки помещались в рот. Не переборщите. Что касается сырных ингредиентов, здесь важно разнообразие и во вкусе, и в форме. Берите любые инструменты, нож, мандолину, овощечистку, фигурный нож, если найдете. Главное, чтобы все ингредиенты выглядели привлекательно и элегантно. А вот прекрасная китайская капуста. Нарежем ее полосками. Помидоры. Желтые помидоры. Режем на кубики. Шикарная красная капуста. Бум! Задействуйте воображение. Приукрасьте повседневность. Вот свекла из моего сада. Только посмотрите какой цвет. Красота. Прекрасный способ употребить ваши 5, 6, 12 овощей в неделю. Это весело. Салат не должен быть скучным. Каждый кусочек маленький шедевр. ломтики, соломка, идеальные кружочки и зелень. Посмотрите на тофу. Мягкая серединка и хрустящая корочка. Красота. Поехали. Подаем салат. Разложим овощи по стенкам миски, ломтики огурца, сырой тофу в серединку. Прекрасные свежие ингредиенты. Теперь картошка, редиска. Смотрите, какая палитра. Китайская капуста и стебель. Кусочки помидоров. Добавим хорошую пригоршню шпината. восхитительная свекла. Какое счастье. Миска вот-вот переполнится. И, наконец, жареный тофу. Хрустящий сыр. Возьмем креветочные крекеры и покрошим сверху. Вот так. А теперь перемешаем салат. Это ключевой момент, друзья мои. Мешаем от краев миски к середине. Даже если ваши друзья не едят овощи, им придется проявить волю, чтобы отказаться от этого. Ведь это чертовски вкусно. Ну вот. Смотрите. Мы перемешали салат, мне не терпится его попробовать. Вы знаете, эта заправка действительно бесподобна. Такой салат не сравнится ни с одним овощным ассорти. Возможно, вы не слышали о гадо-гадо, но это классическое душевное блюдо из Индонезии. Индонезийцы этот салат просто обожают. Он невероятно популярен. Прямо как тика масала. Прямо как кебабы. Это тоже фастфуд, только немного полезнее. Попробуем. Я в восторге. У меня во рту настоящий праздник вкуса. Потрясающе. Мне нравится, как этот рецепт преображает обычные овощи, которые можно купить в супермаркете. Так что, когда вы пойдете за продуктами и не увидите ничего нового, сделайте этот салат. Вы превратите привычные продукты в нечто необыкновенное. Просто восхитительно. Читайте больше прекрасных рецептов на нашем сайте. Душевная еда это не просто блюдо, которые хороши на вкус. Это искусство дарить близким приятные воспоминания и при получать удовольствие от готовки. Мой последний рецепт семейное блюдо, любимое многими, пастуший пирог. Его приготовление требует времени, но ваши усилия окупятся с лихвой. Я возьму вместо фарша тушеного барашка и корочку тоже приготовлю по-своему. Картошка внизу, по бокам и сверху. Это высший пилотаж. Такого пастушьего пирога вы еще не ели. Пастуший пирог. Сперва запечем барашка. Это блюдо придумали, чтобы использовать остатки ужина. Вы можете сделать и так, но мой рецепт тоже хорош. Сейчас я запеку плечо барашка. Это легко. Во-первых, возьмем оливковое масло, натрем мясо, вот так. Посолим мясо с обеих сторон. Это основная приправа. Теперь поперчим. Положим мясо в небольшой глубокий противень. Возьмем пекарскую бумагу и укроем мясо, чтобы не подгорело. Нальем немного воды, чтобы мясо не пересохло. с этого начинается рецепт лучшего пастушьего пирога в мире. понравится. Запекайте мясо 4 часа при 170 градусах. За четверть часа до готовности снимите бумагу. Посмотрите. Так и шкварчит. Вкусное, нежное, потрясающее мясо. Слейте жир, он вам еще понадобится. Мясной сок не сливайте. Это нам пригодится. Весь этот липкий сок обладает потрясающим вкусом. Смотрите, вместо того, чтобы мыть лишнюю посуду, поставим противень прямо на плиту. Теперь можно добавлять овощи. Крупно нарезанный лук высыпьте на противень вместе с лавровым листом и розмарином. Как видите, липкий сок уже начал отходить от дна. Добавьте 4 нарезанных моркови, 4 стебля сельдерея и одну брюкву. жарьте 20 минут. Я специально нарезал овощи для этого пирога крупно. Мне не нужно пюре. Кусочки лука, кубики моркови, кубики брюквы. Добротное рагу. Отлично. Пока наши овощи карамелизуются, давайте займемся нашим барашком. Как видите, в мясе осталась кость. Она придает аромат. Теперь снимем с нее мясо до последнего кусочка. Мясо прямо распадается. Не похоже на фарш, правда? Как правило, в пастуший пирог в качестве начинки кладут фарш. Так поступают все. Обычно получается вкусно. Пора что-то менять. Сами увидите, шкурка просто потрясающая. Твердая и тонкая. Это результат четырех часов готовки. Оставьте всю шкурку, она бесподобна. Высыпьте поверх овощей столовую ложку муки. Теперь размешаем. Мука загустит подливу. Подлива должна быть вязкой, она не должна плескаться в тарелке, как бульон. Теперь добавим нашего барашка. Мне нравится, что это не фарш, не однородная начинка. Есть крупные кусочки и маленькие. Нальем в начинку воды примерно полтора литра. Вода поднимет вкусный липкий сок со дна противня, а также со стенок. Получится настоящая темная подлива. Добавьте крупные кости для запаха. Положим сюда, а потом мы их вынем. Тушите мясо с овощами около 40 минут. И наконец пюре. Сварите 2,5 кило картошки Мэрис Пайпер и слийте воду. Щепотка соли, щепотка перца, кусок хорошего сливочного масла или два. Картофельное пюре здесь также важно, как мясо, подлива и овощи. Да? Так что постарайтесь. Ни в коем случае не лейте молоко. И никаких комков. И последнее, что я хочу сделать с картофельным пюре, добавить кое-что для цвета в качестве приправы. Примерно 50 или 60 граммов сыра чеддер. Вот так. Я давно готовлю пастуший пирог, но в этой новой версии самое главное богатство вкусов и новый способ приготовления. Когда я впервые угостил этим пирогом семью, дети просто с ума сошли. В хорошем смысле. Бадди брал добавки одну за другой, он даже не спросил разрешения, и все остальные так же. И я был очень доволен. Все родители знают, детям не так легко угодить. Я понял, что не прогадал. Так, следующий этап. Это очень важно. Примерно сто лет назад пастуший пирог часто готовили полностью закрытым. Мой пирог тоже будет целиком покрыт хрустящей корочкой. Возьмем миску. У меня в банке жир. И сейчас я вылью этот жир прямо на дно миски и разотру его по стенкам и по краям. Мне нужна текстура, мне нужен вкус. Как я добьюсь этого? Создам сперва вкус. Я возьму тимьян. Воспользуюсь возможностью просто рассыпать листики вдоль стенок. Знаете, что интересно? Как только вы размажете жир по стенкам, он застынет от того, что миска холодная, так что зелень не опадет. Стоит ли стараться? Да. Добавит ли это удовольствие? Да. Вперед. Далее хлебные крошки. Лучше взять какой-нибудь особый хлеб, чтобы обеспечить блюду особый хруст. Это мне нужно, и вам тоже. И хлеб впитает жир. Теперь самое интересное. Поработаем штукатурами. Когда пюре полностью остынет, облепите дно и стенки миски. Толщина слоя около сантиметра. Можно представить, что вы сейчас работаете мастерком, но получится потрясающе. Это занятие возвращает нас в детство. весело. Окрошки и зелень не осыпаются. Просто примните пюре, чтобы все оставалось на месте, пока не попадет вам в рот. Что ж, основа есть. Отныне я буду готовить пастуший пирог только таким способом. Честно. Вернемся к начинке. Слейте подливу через дуршлаг и уберите кости и лавровые листья. Как видите, рагу получилось довольно жидким. И это хорошо. Оно имеет сразу два преимущества. Это вкусная подлива и просто идеальная плотность мяса. Если хотите, можете еще поварить подливу, чтобы добиться той степени густоты, которая вам по душе. Теперь выложим рагу. Как видите, лишней жидкости нет. Мясо нежное. Картошка не должна размокнуть, потому что тогда корочка не будет хрустящей. Вот зачем мы слили жидкость. Ну и напоследок традиционная обсыпка. Ремнем краешки пальцами. Вот так. А теперь давайте сделаем каемку. Большой указательный, второй указательный, три пальца. Сложим вот так. Постарайтесь защипнуть края красиво. Вот так. Все самое сложное позади. Теперь можно покрасоваться. Посыпьте пирог сыром чеддер, добавьте крошек и свежей зелени, смазанной каплей масла. Это, друзья мои, шедевр. Правда? Запекайте пирог на нижнем ярусе духовки при температуре 200 градусов примерно час и 10 минут. Это просто великолепно. хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Смотрите, хрустящая корочка и по краям и сверху. 360 градусов хруста. У нас дома этот пирог едят с горошком. Зелень и подлива. Просто великолепно. Восхитительно. Крупные кусочки. Я действительно считаю этот пастуший пирог просто бесподобным на вкус. Ша-ха-ха-ха-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Субтитры Читайте больше замечательных рецептов на нашем сайте. Читайте больше замечательных рецептов на нашем сайте. Читайте больше замечательных рецептов.